Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутата Самарского района и активисты ОНФ накануне задержали сотрудники ФСБ. По версии следствия, он намеревался за полтора миллиона рублей обеспечить победу определенной фирмы на электронных торгах. Аркадия Лазарева привели в здание суда в сопровождении сотрудников полиции. Мужчина заметно нервничал, когда сторона гособвинения оглашала свои доводы. Вместе с тем, активист ОНФ нашел в себе силы рассказать о своей непричастности к преступлению. Кроме того, он заявил, что не имеет никакого отношения к организованным преступным группировкам Самарской области. Никаких связей с ОПГ у меня никогда не было, я их не имел. Более того, никуда скрываться я не собирался и продавать автомобиль точно так же. У ФСБ не имеется никаких доказательств на данную тему заявлений. Во время заседания судья Анна Давыдова зачитала положительные характеристики подозреваемого. По словам коллег, Аркадий пользовался доверием и уважением среди депутатов. Он награжден благодарственным письмам Совета депутатов Самарского и Тригородского района. На основании решения президента Совета депутатов Самарского и Тригородского района. Он плагает в норму общественную деятельность на благо лицеления Самарского и Тригородского района в Ростове вытрука САМА. Кроме того, по словам адвоката, у Лазарева случился сердечный приступ в ВВС во время допроса. Сторона защиты попросила суд учесть эти обстоятельства. В ВВС отсутствует полностью лекарство и в состоянии, в внешнем состоянии сердечного приступа Лазарева заставили пешком спускаться с третьего этажа и предполагаться обратно. Несмотря на болезнь Лазарева и положительные характеристики коллег, служители Фемиды вынесли строгое решение. Суд согласился с доводами гособвинения и отправил Аркадия Лазарева в СИЗО сроком на два месяца. Аркадий Лазарев пробудет в СИЗО до 23 ноября. Его вывели из зала суда в наручниках. У активиста УНФ двое малолетних детей и супруга. Мы будем следить за дальнейшим развитием событий. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. Когда пойдет тепленькое. В Самаре, в границах Московского шоссе, улиц Луначарского, Новосадова и Лукачева отключили горячую воду. В причинах коммунальной аварии и сроках ее устранения разбиралась мэрия Илчан. Коммунальный сюрприз обитателей общежития на Паново-20 застал врасплох. Горячую воду отключили без объяснений и предупреждений. Днем говорят жители куда проще, все на работе, а вот вечером на кухню не пройти. Все бегают с тазами и греют воду на конфорках. Делится старшая по этажу Татьяна Святкина. В данный момент, когда начнется дискомфорт, нам это не устраивает. И у нас ни отопления нет, ни горячей воды, холодно, дети. Как всегда, сейчас начинается такой сезон, все болеют. Для того, чтобы принять душ, жильцы по улице Паново-20 вот так греют воду уже третий день. Учитывая, что душевые находятся на первом этаже, а отопления тоже нет, вода успевает остыть не один раз. Без горячей воды и тепла осталась и семья Аксеновых, где двое маленьких детей. Мы сидим, вот укрываемся пледом даже. Дети у меня спят вообще под теплыми одеялами. Это вообще просто нереально. И сидеть там до какого числа, до какого числа мы должны будем сидеть. Сколько людей в холода остались без горячей воды, выяснить не удалось. Теплоэнергетики говорят туманными формулировками. Без горячего водоснабжения сейчас находятся несколько десятков жилых домов. Причины ЧП тоже формулируются размыто. Официально на сайте ПТС сказано, что в данный момент, цитата, идет подключение жилого комплекса древа к сетям центрального теплоснабжения и параллельно переводят на зимнюю схему многоквартирные дома в периметре улиц Московское шоссе, Луначарского, Новосадовый и Лукачева. Но почему этот процесс происходит именно сейчас, когда на улице не больше 8 градусов тепла, остается неясным, как и непонятно, связано ли отсутствие горячей воды с аварией на перекрестке Ярошевского и Новосадовой. Она произошла еще 23 сентября. Развернутого комментария от коммунальщиков получить не удалось. Известно лишь то, благо цивилизации вернуться в дома не раньше пятницы. Страдает весь район. Здесь ведь не то, что пару домов, а ведь у нас здесь все в округе подключено, ни у кого нет. Мы будем следить за развитием событий. Мэри Елчан, Григорий Плешаков. События. Холодное лето, минусовые ночные температуры и снег в начале сентября. В последние десятилетия на Земле глобальное потепление, утверждают синоптики. Чем оно может обернуться и ждать ли вечных морозов, разбиралась Мария Левина. МЧС предупреждает, слишком часто самарцев в последнее время стали получать смс-оповещение об изменении в погоде. Связано ли это как-то с прогнозами ученых, о глобальном похолодании неизвестно. Однако, судя по официальной статистике, изменения действительно есть. Правда, прямо противоположные. Так, в последние годы фиксируются высокие летние температуры и продолжительный период весенней оттепели. В начале нулевых на планете началось глобальное потепление, повышение средней температуры на Земле. Причины разнятся. Одни синоптики сетуют на экологическую безнравственность современного человека. Другие связывают это с парниковым эффектом. То, в чем единогласно уверены сторонники разных теорий, глобальное потепление есть. И следом за ним планету ждет ледниковый период. Ледниковый период был и не один. Их много было. Каждый раз глобальное потепление сменялось глобальным похолоданием, гораздо большим, чем предыдущие. Погода за окном не может не вызывать мысли об ощутимом похолодании. Хоть его в ближайшее время и не прогнозируют. Средняя температура для сентября всего 5 градусов с отметкой плюс. Непривычно для средней Волги. Но связывают это метеорологи не с глобальными процессами, а с астраханским цихлоническим вихрем. Из-за которого в Самаре были ливневые дожди и ураганы. Сейчас непогода движется в сторону Уральских гор. В ближайший месяц антициклонов не предвидится. Поэтому октябрь обещает быть сухим. По предварительному прогнозу на октябрь, среднемесячную температуру воздуха не ожидают около нормы, а осадков меньше нормы. Поэтому можно сказать, что возвраты такой относительно теплой погоды, наверное, еще будут. Столбики термометров еще поднимутся немногим выше 10 градусов. Порадует самарцев и теплое осеннее солнце. Однако куртки далеко убирать не стоит. Бабьего лета в этом году уже не предвидится. В ближайшее время в Самаре будет повышенное атмосферное давление, поскольку северный антициклон еще не до конца покинул область. Холодные температуры ниже 10 градусов сохранятся до конца недели. Хоть ночью и возможны заморский и мокрый снег. Однако о скором ледниковом периоде говорить пока не приходится. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Вертолетную площадку начнут перестраивать в следующем году. По примеру, у московского парка Зарядье. Из настоящего планируется оставить только ресторан и парковку. На выездном совещании главы Самары на культовое место горожан архитекторы предложили несколько вариантов изменений вертолетки. С подробностями Сергей Кизоркин. Вертолетную площадку ждут перемены. Культовое место горожан начнут оккультуривать уже в следующем году. По какому проекту, поговорить на эту тему глава Самары Елена Лапушкина и собрала ведущих архитекторов города. Было представлено пять эскизов. Задача создать то, что будет привлекать людей разного возраста круглый год на вертолетную площадку. Как говорят архитекторы, нужно наполнить смыслом туристический пятачок, при этом сохранить аутентичность и природную красоту. Так как здесь есть уже история, есть Санкт-Петербург, наши двигатели, наши ракеты, наши технологии, наша техническая мысль, которую, по сути, можно в этом месте сделать смыслом проникновения технологии в природу, не нанося вред природе, а, так сказать, актуализируя уникальность этого места, за счет как хай-тек, как некие технологические истории могут внедряться в природу, не нанося вред, а поэтизируя это место. Все архитекторы согласны с тем, что одних кафе здесь недостаточно. Предлагают проводить лазерное шоу, построить каскад лифтов, смотровые террасы, детскую площадку, капсульный отель, маяк и мастерские для художников. Планируется также особый павильон для выставы, который замаскирует под вертолетную площадку буквы «Н». Самое главное, после всех преобразований самарскую вертолетку, возможно, будет видно из космоса из-за ночной подсветки. Мы хотели бы использовать, это была идея нашей команды, подземную урбанистику, чтобы меньше всего нарушать ландшафт, потому что это действительно изюминка данного места. И чем меньше он нарушен, тем больше мы оставляем возможностей для организации той среды, которая будет благоприятной для человека. Благоустроить вертолетную площадку планируют по программе «Формирование комфортной городской среды». Не исключено, что придется объявлять среди архитекторов конкурс на лучший проект. По плану благоустраивать верхнюю площадку вертолетки и делать новое освещение будут уже в следующем году. По развитию этой территории, благоустройству этой территории, думаем, уже не первый день и даже не первый месяц. И это было и поручение губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, и действительно и самой, как главе города, хочется, чтобы эта территория гремела не только в Красногринском районе, не только в Самаре, но и чтобы все гости знали и приходили сюда с огромным удовольствием и вспоминали наши волжские виды. История самарской достопримечательности начинается еще с царских времен. Тогда территория находилась во владении местного лесника. Однако название «Вертолетная площадка» место обрело во второй половине 20 века, когда построили авиационный завод, и на вертолете сюда прилетал главный конструктор. Популярность вертолетка обрела благодаря открывающимся с нее виды на Волгу. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. Стало известно, что появится в Самарском филиале Государственной Третьяковской галереи. Напомню, закончить реставрацию и открыть пространство должны до 2022 года. Обещают, что это будет современный комплекс, не имеющий аналогов. Подробнее расскажет Мария Левина. Вне времени и пространства здания фабрика кухни с богатой историей. И именно поэтому в 2010-м оно было признано объектом уникальной советской архитектуры, а в 2016-м объектом культурного наследия федерального значения. Чего только не застали стены в виде серпа и молота промышленной Самары. Именно в виде знаменитого советского символа выполнена постройка начала 20-го века. Раньше здесь располагался комбинат питания, в 90-х появились торговые ряды. Здесь располагались также спортзалы, офисы и даже ночной клуб. В ближайшем будущем откроется филиал Государственной Третьяковской галереи. Из-за конструктивных особенностей подход к экспозиции здесь будет совершенно иной. Она будет полностью адаптирована под современного посетителя. Вся галерея будет разделена на два ключевых пространства – выставочная зона и лаунж, где посетители смогут обсудить увиденное. Последнее необходимо для того, чтобы зритель возвращался снова и снова, уверены эксперты. Оборудуют филиали, кинозал, просторный лекционный кабинет и реставрационные мастерские для самарских художников. Еще одним интересным проектом будет арт-резиденция, где приезжий в город художник будет открыто для публики писать картины и проводить мастер-класс. С точки зрения современного человека, попробовать поговорить с вами, со мной, на нашем языке, об этом искусстве, что оно нам лично дает. И в этом смысле очень важна подготовительная работа и научных сотрудников, и реставраторов. Кроме самого филиала, который должны отреставрировать и открыть до 2022 года, в Самаре появится офис руководства. С его местом пока не определились, однако известно, что там тоже будут работать творческие площадки. Мария Левина, Николай Епифанов, События. Российские и зарубежные театры покажут постановки для самарского зрителя. В Самаре проходит фестиваль «Волга театральная». Каждый вечер на сцену театров выходят артисты из других городов, чтобы показать самарцам свои спектакли. По-новому показали Пушкина артисты из Нижегородского театра. Сразу три истории, поставленные разными режиссерами, без антракта. Мария Левина познакомилась заново со знаменитым классником. На сцене Самарского драмтеатра три совершенно разных Пушкина. «Барышня и крестьянка», «Метель» и «Станционный смотритель». Три рассказа, которые соединили воедино артисты Новгородского театра «Комедия». Все три повести существуют на сцене без антракта. В них задействованы одни и те же актеры. Для перевоплощения у героев есть считанные минуты. Пушкинский текст, он помогает, поскольку он везде присутствует, он все-таки помогает войти из одной истории. У нас есть проводник некий, это Белкин, да, чьи повести. Вот у нас есть такой персонаж Белкин. И он всех героев постепенно вводит. Сначала в первую историю, потом в вторую. Они все три очень разные. Режиссеры разные. В первом отрывке я работаю в определенной форме, а в последнем совсем в другой. Эта экспериментальная постановка – результат долгой и кропотливой работы режиссеров. Весь текст, по сути, произносит только рассказчик, сам Белкин. Другие персонажи используют мимику и жесты, лишь иногда разбавляя их короткими репликами. Премьера состоялась в мае прошлого года и прошла с успехом. Зритель с удовольствием идет на такого разного Пушкина. Мы привезли в Самару необычного Пушкина, потому что это подход к Пушкину с точки зрения легкой, с улыбкой. В Самаре зритель принимает спектакль очень тепло, очень по-доброму, очень щедрый на эмоции, очень такой благодарный зритель. Здесь очень приятно находиться и очень приятно выступать перед таким зрителем. Самарскую публику радовали и сызранские артисты. Они привезли спектакль по пьесе Джона Патрика «Дорогая помела» в театр «Самарская площадь». Напомним, фестиваль «Волга театральная» будет радовать самарскую публику до 30 сентября. Мария Левина, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. В тот момент долг перед физическими лицами превысил 23 миллиарда рублей. Ревизоры АСВ обнаружили признаки хищения имущества и преднамеренного банкротства. Спустя год по их заявлению было возбуждено уголовное дело. В Самаре полицейский отправится в тюрьму на два года. Он работал в отделении по выявлению и раскрытию преступлений по Октябрьскому и Железнодорожному районам Самары. Как установило следствие, в 2017-м, тогда еще старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции расследовал дело по факту незаконного использования фирмы контрафактного программного обеспечения. Было изъято семь системных блоков персональных компьютеров. В апреле 2018 года в возбуждении уголовного дела было отказано. Однако полицейский потребовал у фирмы за возврат компьютеров 100 тысяч рублей. Для этого к нему приехал посредник, но был задержан сотрудниками ФСБ на месте преступления. Автобусный маршрут номер 480 может поменять конечную остановку. Такое заявление от перевозчика поступило в региональное министерство транспорта и находится на рассмотрении. Сейчас этот маршрут соединяет Железнодорожный вокзал Самары и квартал Баварская деревня Волжского района. Схема движения предусматривает остановки на улицах Пензенской, Авроры, площади Кирова, поселков Смышляевка, Петра Дубрава и Дубовый Гай. Если новая схема будет принята, автобус будет заезжать и в микрорайон «Крутые ключи». В Самаре завершился прием заявок на должность ректора Самарского государственного технического университета. Выбрать предстоит из трех кандидатов. Действующего ректора Дмитрия Быкова, первого проректора, проректора по научной работе Максима Нинашева и проректора по инновационной деятельности Константина Савельева. Заявки отправили на согласование в Москву. Этап аттестации пройдет до 15 октября. После чего состоится назначение заседания конференции университета, главного выбранного органа ВУЗа. Ориентировочно имя нового руководителя ВУЗа станет известно в ноябре 2019 года. 69 тысяч жителей Самарской области не могут выехать за границу. У них имеются неоплаченные долги. Напомним, стать невыездным можно, накопив долги на сумму свыше 30 тысяч рублей. Однако по социально важным видам производства этот порог составляет 10 тысяч рублей. Отмечается, что с начала года границу закрыли для 93 тысяч жителей области. При этом было взыскано долгов на 401 миллион рублей. Дзюдоисты со всей страны разыграли третий кубок Самарского митрополита. Соревнования проходили два дня. На татаме выходило более 200 спортсменов. Самарские борцы выиграли 13 медалей. Что еще интересного проходило на турнире, расскажет Сергей Кизоркин. Вместо фонограммы живое исполнение гимна России. Объединенный мужской хор Самарской епархии открывал третий кубок Самарского митрополита под дзюдо. Это было впервые на этом турнире. Это должно быть везде и всегда. Если у нас идут соревнования, пускай даже они локальные, местные, региональные, пускай люди гимн свой знают. Это же гордость за свое отечество. Ты слышишь этот гимн, ты встаешь и понимаешь, что есть что-то святое, оно тебя дисциплинирует. А если мы говорим про всероссийские соревнования, которыми сегодня является кубок Самарского митрополита, тем паче. Люди должны слышать и вообще хорошо, если они повторяют и участвуют. Всероссийский турнир в Самаре в этом году стал отборочным. Победители поедут на первенство страны. В этом году на татами вышли и девушки. Всего же на соревнования съехались более 200 участников из 24 регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Сборная Самарской области выставила на татами 41 борца. Борьба идет интересная, острая, поэтому в принципе есть те люди, которые как бы могут, но из других регионов ребята тоже приезжают с целью добиться попадания на первенство России, поэтому борьба идет серьезно и предсказать очень сложно. Кубок Самарского митрополита появился не на пустом месте. Когда в 2015 году РПЦ начала активно пропагандировать физкультуру и спорт, первыми пришли с предложением о сотрудничестве в местную епархию представителей городской федерации дзюдо. Тогда и вспомнили, что христианство и японская борьба тесно связаны. Первый кубок митрополита посвятили Николаю Японскому. Архиепископ больше века назад увидел, что это единоборство позволяет гармонично развиваться, как физически, так и духовно. Не случайно девиз турнира «Побеждая с любовью». В этом году самарцы выиграли 13 медалей, из них 5 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых. Это, конечно, успех, заметило городское спортивное руководство, но хочется большего. Необходимо иногда предпринимать какие-то усилия для изменения ситуации, чтобы тренера делали, наверное, больше усилий для роста спортсменов и для того, чтобы спортсмены занимали более высокие места на международном уровне. Кроме соревнований, самарская епархия совместно с городской федерацией активно продвигает дзюдо среди подростков и молодежи. Открываются секции в культурно-просветительских центрах. В планах в семинарии на уроках физкультуры преподавать дзюдо. Как это сделал на Дальнем Востоке в свое время святитель Николай Японский. И уже на ближайших соревнованиях Кубок Метрополита 63-й регион мог выставить две сборные команды, одна из которых самарских семинаристов. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе за год выросла на 6%. Главная причина тому – вредные привычки, лишний вес, малоподвижный образ жизни и пренебрежение своевременной диагностикой. В преддверии Международного дня сердца самарские медики рассказали, как сохранить здоровье. Основные тезисы в сюжете Лариса Шалафаст. Здоровье вашего сердца в ваших руках. Врачи констатируют, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний продолжает расти. Смертность у нас в последние годы от сердечно-сосудистых заболеваний, в общем-то, снижалась плавно. Но в прошлом году она у нас выросла на 6%. Среди факторов, которые напрямую влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, медики называют лишний вес, малоподвижный образ жизни и курение. Причем новомодные вейпы оказывают не меньше вреда, чем обычные сигареты. Самый большой вклад, конечно, носит именно курение в смертность, даже не только сердечно-сосудистую. Почему? Потому что это уникальный фактор риска. Он повышает риск практически всех видов смертности. И сердечно-сосудистой, и онкологической, и метаболических синдромов. В первую очередь в зоне риска мужчины старше 40. Как правило, они реже посещают врачей, не следят за давлением и уровнем холестерина. Важно, что на начальном этапе заболевание никак себя не проявляет. Вовремя найти проблему можно только при регулярной диагностике, не реже одного раза в полгода. В Самаре жители могут бесплатно проходить обследование и выявлять риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого нужно обращаться в Центры медицинской профилактики. Также ежегодно могут пройти бесплатную диспансеризацию люди, достигшие 40 лет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Коррекция артериального давления, коррекция холестерина – это 300 рублей в месяц и один раз в день таблетки. Ну, в легких случаях. Это сейчас не очень сложно. И можно совершенно окурение, да, надо бросить. Вот и получается, что из этих четырех факторов можно три относительно дешево и эффективно отконтролировать или модифицировать, как мы говорим. И тем самым резко понизить сердечно-сосудистый риск. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в России – один из приоритетов национального проекта здравоохранения. Смертность от инфарктов, инсультов и других сосудистых нарушений к 2024 году должна снизиться почти на четверть. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Стали известны даты, время и место прощания с экс-главой Новокуйбышевска Владимиром Фоминым. Оно пройдет завтра в здании молодежного клуба «Русь» с 9 утра до 12 дня. Напомню, Владимир Фомин скончался 24 сентября от огнестрельного ранения в грудь. Смерть экс-главы города наступила на операционном столе в городской больнице. По предварительной версии, Фомин покончил с собой. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники правоохранительных органов. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Я на этом, Александр Ломаев, с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok